Всем понятный пример, стратег Барклай-де-Толли. Он перед этим, как его, перед Казанским собором стоит Барклай-де-Толли и стоит Кутузов. Все думают, что это Кутузов сдал Москву, но Кутузов просто решил сдать Москву. А сдал Москву, как бы предложил стратег по фамилии Барклай-де-Толли. И там Кутузов стоит такой вот. Это уже он на Париж идет. А Барклай-де-Толли стоит вот так. Почему? Он оценил ситуацию и понял, что сейчас мы можем положить все остатки русской армии перед Москвой, не отдать Москву и потерять Россию, и потом отдать Москву. И он говорит, слушайте, а какие у нас есть вообще возможности? Какие у нас есть ресурсы? И он вдруг понимает, что это зима. Это ресурс. Это продовольствие, которое у русских есть, у французов откидывая. Им там жгли все, пока у нас же была Отечественная война, они не что-то там. Жгли все, не давали никакой еды. Значит, холод, отсутствие этого. И наши возможности аккумулировать, тогда передвижение было достаточно долгим по России, собрать людей с отдаленных территорий для того, чтобы собрать армию, которая способна противостоять Наполеону. И вот это, понимаете, вот это стратегическое мышление. В его планах победить, он, вот, не важно как. Ну, не хочется сдавать Москву. Москва еще не вся Россия, в конце концов. Отобьем, если Россия за нее положит. И вот сейчас самое важное, это не то, чтобы расставить себе план, а просто понимать, куда ты, что ты собираешься победить. Ну, вот, в чем твоя победа будет. А после этого смотреть, как у тебя все с ресурсами, и как бы их так складывать, чтобы каждый следующий шаг был тебе ближе к победе. Когда они сдали Москву, они были ближе к победе. Понимаете? Это было не поражение. Недаром Москва была французам отдана. Я иронизирую. Но в этом просто хороший образ для понимания того, что такое планирование в ситуации неопределенности. Вы понимаете, что вы должны выиграть. А дальше, вот, как бы, новые обстоятельства, вы просто их перестраиваете и снова, и снова, и снова двигаетесь к своей цели.